С понедельника 16 мая автоваз стал полностью государственным. Притом для Рено предусмотрена возможность обратного выкупа своей доли в течение шести лет. А вот другой актив группы, московский завод Рено, передан не институту НАМИ, а властям столицы. И без такого опциона. То есть столичный конвейер, в отличие от Тольяттинского и Ижевского, европейские владельцы фактически бросают. Напомним, что до марта в Москве выпускались Рено Аркана, Дастер, Каптюр, а также Ниссан Тирана. К слову, за сервис автомобилей французской марки отныне будет отвечать автоваз. По иронии судьбы, завод Рено, бывший автофрамос, вырос из недостроенного завода двигателей АЗЛК. А почивший автогигант тоже принадлежал Москве. Вообще столичные власти намеревались застроить территорию Южного порта и прилегающую к нему промзону бывшего москвича. Поэтому слухи о переносе производства кроссоверов в Тольятти ходили давно. Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Рено. Это его право. Но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом Москвич, заявил градоначальник. Поначалу выпускать планируют некие модели с двигателем внутреннего сгорания, а затем освоят электрички. Технологическим партнером москвича станет КАМАЗ. Однако разработанный питерским политехом проект трехдверки КАМА-1 признан непригодным для индустриального производства. А над новым электромобилем КАМАЗ еще только работает. И что сможет выпускать московский конвейер до появления КАМА-1 – большой вопрос. Например, цеха на Волгоградском проспекте могут заинтересовать какую-нибудь китайскую марку – ту же черри, что примерялось к мощностям УАЗа. Не случайно может быть пассаж и провозрождение москвича. В 2015 году права на товарный знак, всевозможные эмблемы, а также любые изображения, которые когда-либо использовались на автомобилях автозавода имени ленинского комсомола, зарегистрировала компания Renault Россия. Предполагалось, что французы захотят именовать москвичами ультрадешевые машины, чтобы отделить их от более дорогих. Но этого не произошло. Следовательно, либо Москве вместе с заводом достанутся только права на советскую марку, либо французы вовсе разрешат выпускать условные «Москвич Аркану» и «Москвич Каптюр». Редактор субтитров А.Семкин